С вами снова здоровья, дорогие друзья! Вы знаете, первые три страны создали вакцину от свиного гриппа. Это самые развитые страны. И в эту тройку безусловных лидеров в науке вошел Китай, еще раз продемонстрировав миру, что сегодня это одна из самых высоко развитых стран. Наша съемочная группа недавно вернулась из Китайской Народной Республики, вернулась абсолютно потрясенная. В этой стране 90% людей атеисты, почти никто не верит в Бога. А вот во что верят китайцы, это очень интересно, потому что, может быть, это и есть разгадка того чуда и прогресса, которое продемонстрировал Китай за последние десятилетия. И так и в школе, и в институте. Китайцам говорят только одно – верить нужно только в науку и в образование. Больше ни во что. И этот культ учености, огромное уважение к наукам в Китае чувствуется повсюду. Именно сегодня мы начинаем целый цикл программ, посвященных китайской медицине, в том числе и традиционной китайской медицине. И, конечно, я хочу сказать огромное спасибо Наталье Александровне Подберезкой, личными усилиями которой стал возможен этот проект. И прямо сейчас приглашаю вас в Китайскую Народную Республику, которая в этом году отметила свой 60-летний юбилей. Китай – это самая населенная страна мира. Китайцев уже больше полутора миллиардов. Их усилиями в течение десяти лет страна совершила экономическое чудо, превратившись в государство-технопарк, которому даже мировой кризис оказался нипочем. Провинциальные города здесь выглядят как столицы. Далянь – это бывший русский город, Дальний, в котором построен знаменитый Порт-Артур. Теперь здесь русские не живут, но часто приезжают на отдых и лечение. Итак, мы с вами в Китае. Это медицинский центр Шэньгу. Вот надо сказать, что вот так необыкновенно приветливо нас здесь встречали не просто каждый день, а тысячу раз в день. Китайцы ведут себя необыкновенно почтительно и уважительно, не только по отношению к гостям, но и по отношению друг к другу. Надо сказать, что, может быть, это самое главное отличие в мировоззрении, которое бросается в глаза здесь, в Китае. Если русскими часто движет страх быть наказанными. То есть здесь стыд поступить неправильно. Все это в китайскую культуру было привнесено Конфуциям, который считал, что управлять народом при помощи наказаний глупо. Народ будет стремиться от наказаний уклониться. Правитель должен управлять народом личным примером, примером личной добродетели. И тогда народ почувствует стыд и исправится. Вся эта система поведений изложена в специальном ритуале. Так вот, такой ритуал не только посвящен встрече гостей, которые приходят, скажем, сюда, в медицинский центр, но особым ритуалом является обследование пациентов. Вся китайская медицина разделена на две части. Западная или обычная современная медицина и традиционная китайская. Врачи, представляющие и ту, и другую, в обязательном порядке имеют дипломы врачей. И все же мы были потрясены, увидев в клинике китайской медицины Шэньгу, что весь первый этаж уставлен самым современным оборудованием для обследования пациентов. Лабораторный центр, рентген, ультразвук и даже гастроскопия. И только поставив диагноз, больному назначают лечение. Здесь больно? Да, в этом месте очень больно. Вице-профессор китайской медицины Чен Шао Мин лечит боль в спине. Два года он стажировался в Лондоне и блестяще говорит по-английски. Вы знаете, вот в России такое представление, что врач китайской медицины – это некий старичок без образования, который сохранил в себе мудрость древних поколений. А может быть, не старичок, но доктор, который может не иметь дипломов в Китае, действует жесточайший закон о том, что если ты хочешь лечить пациента, ты должен закончить мединститут и получить диплом. И дорогие россияне, если уж вы лечитесь у китайских врачей в России, обязательно проверьте, есть ли у них дипломы. А дипломов должно быть пять, как у профессора Шау Мина. И прежде чем получить право лечить, он очень долго учился. Я изучал медицину пять лет в университете. Затем два года я проходил практику в западной клинике. И только после этого смог стать врачом. Китайский врач должен иметь пять дипломов. А если у китайского врача все-таки нет диплома, но он хорошо лечит, что тогда? Тогда тюрьма. Вице-профессор Шао Мин специализируется на акупунктуре. Другими словами, лечит боль с помощью иглоукалывания. Он один из лучших специалистов в Китае в области акупунктуры. В китайской медицине принято считать, что по телу проходят меридианы. И если у вас боль, значит меридианы повреждены. Акупунктура восстанавливает потоки энергии по меридианам. А можете вы это объяснить с точки зрения западной медицины? А с точки зрения западной медицины я ставлю иглы в точки выхода нервов из позвоночного столба. Именно эти точки самые болезненные. Это область четвертого и пятого поясничных позвонков. Итак, врач ставит иглы в самый центр боли вместо выхода межреберных нервов из позвоночного столба. С точки зрения китайской медицины он нормализует потоки энергии. А с точки зрения западной медицины в этот момент происходят два события. Разогретая до 300 градусов тончайшая игла разрушает болевой рецептор. И боль проходит. Если приходит пациент, у которого боль началась внезапно, то ему достаточно одной-пяти процедур. А если боль хроническая, времени потребуется больше. Как вы себя чувствуете? Вам стало легче или нет? Боль почти прошла. И мне теперь на самом деле стало гораздо легче. Пока идет процедура, я бы хотела попросить нашего замечательного доктора, чтобы он показал нашим телезрителям те точки, которые мы, жители России, находящиеся далеко от Китая и китайской медицины, могли бы использовать, скажем, для того, чтобы прийти в тонус и пережить те события, которые есть в нашей жизни, пережить кризис, не впадать в депрессию и уныние, а гордо, весело и достойно шагать по нашей жизни. Через третий палец, ладонь и руку проходит меридиан, связанный с нашим сердцем. Согните пальцы руки и обратите внимание на средний. Он укажет вам точку, которая называется Лаогу или Старый дворец. Это очень красноречивое название, потому что болезнями сердца страдают в основном люди старше 40 лет. Образно выражаясь, Старый дворец – это то место, куда человек может прийти и расслабиться. И если надавливать на точку Лаогу, вы будете снимать и стресс, и напряжение, и улучшите работу сердца. Сегодня это образец научно-технического прогресса. Он уже догнал Америку по количеству миллиардеров. Больше половины экспорта этой страны приходится на самые высокие технологии. Китайская традиционная медицина, пожалуй, единственная из далекого прошлого, что не была отвергнута китайцами, как глубоко устаревшая и ненаучная. И вы знаете, мне кажется, что понимание китайского народа и китайского характера невозможно без понимания древней китайской медицины, которая до сих пор официально существует в этой стране. Причем все врачи, и те, которые практикуют древнюю китайскую медицину и современную медицину, должны иметь диплом врача. Это строго обязательно. Никаких других вариантов. И так древняя китайская медицина утверждает, что в теле, через тело человека, проходят 12 меридианов. И на нашем теле существует 360 активных точек. Вот видите, даже собаки тут тянутся к познанию. Через эти точки течет энергия ЦИ. Ну что, моя дорогая, ты интересуешься жизнью? Через эти точки течет энергия ЦИ. И вот понимание этой энергии – это совершенно необычное дело. Энергия ЦИ – это те возможности, те способности, которые вам даны, но не только. Это и то, сможете вы их реализовать или нет. Энергия ЦИ – это соединение ваших способностей с возможностью их реализации. Конечно, это древнее толкование, но понятное нам до сих пор. С вами снова здоровье, дорогие друзья. Подошло время нашего китайского проекта. Вы знаете, я еще раз повторю. Вернувшись из этой страны, я поняла, что даже следа у меня и у всех, с кем мы путешествовали по Китаю и снимали китайскую медицину, так вот даже следа у нас не осталось от высокомерного отношения к тому, что имеет логотип «Сделано в Китае». Потому что то, что мы увидели в Китае, вызывает огромное уважение. В Китае существует такая жесточайшая система контроля качества и трав, и лекарств, что ей может даже позавидовать знаменитый комитет по контролю США, который называется FDA. И мне кажется, это повод для нас поучиться у китайцев такому серьезному отношению к делу. Так, с высоко поднятой головой пережить испытания очень многим людям. Помогают врачи китайской медицины. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, доктор, хорошо. Я хорошо сплю, и ко мне вернулся аппетит. Говорит Мэнь Гуйдюн. Несколько лет назад у нее обнаружили рак крови, лимфома. Диагноз поставили доктора высокотехнологичной западной медицины. Чтобы выжить, женщина перенесла операцию и четыре курса химиотерапии. В конце концов, рак отступил. За время лечения я очень похудела. Я просто не могла есть. Меня мучила тошнота, бессонница. Поэтому, когда закончилась химиотерапия, врачи западной клиники направили меня в клинику китайской медицины. Доктор Вань Линь 55 лет занимается тем, что восстанавливает больных, перенесших тяжелые болезни. Когда-то он закончил медицинский университет, получил диплом и работал в обычной западной клинике. И лишь когда Мао Цзэдун провозгласил возрождение в Китае традиционной медицины, доктор Вань Линь начал работать в этом направлении. В лечении тяжелобольных людей мы сочетаем принципы западной медицины и китайской. Если у человека рак, ни один врач китайской медицины не будет пытаться его вылечить. Мой долг – направить пациента в клинику западной медицины. При этом методы китайской медицины очень эффективны в устранении побочных эффектов химиотерапии. Также мы можем облегчить страдания людям с неизлечимыми формами рака. В китайской медицине принято использовать травы. Чтобы восстановить силы своей пациентки, доктор Ван Линь назначил ей коктейль из 20 трав. Вот так выглядит китайская аптека. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы в китайской аптеке. Скажу честно, она просто потрясает воображение, потому что скорее похожа на какой-то исторический музей. И кроме огромного количества трав, конечно, поражают, например, вот такие высушенные морские коньки. Или вот такие ящерицы, тоже в высушенном виде. Ну уж вообще полное потрясение. Вот такие животные. Я хочу вам представить руководителя этой аптеки. Она возглавляет всю эту службу. И у меня два вопроса. Сколько здесь трав находится и сколько вот таких высушенных животных? В нашей аптеке собрано 700 трав и 10 разновидностей животных. И уж совсем потрясает то, что все эти травы проходят жесточайший контроль особого государственного комитета по контролю за травами и лекарствами. И скажите, пожалуйста, а вот если, скажем, какая-нибудь китайская бабушка или дедушка решит самостоятельно нарвать в лесу или вырастить у себя там где-нибудь на огороде какую-нибудь травку и продать ее, это можно делать? Или по закону травами занимаются только профессионально в аптеках? Плесина. Нет, этого делать нельзя. Нарушителей будут судить. Моя благодарность докторам безгранична. Я думала, что умру, а теперь у меня все хорошо, говорит Мэйн. И еще раз для русских пациентов, которые лечатся от рака, мы повторим, чем им может помочь китайская медицина. Во-первых, китайская медицина помогает улучшить пищеварение. Во-вторых, усилить аппетит. В-третьих, вылечить от бессонницы. Мы помогаем людям, перенесшим тяжелые болезни, вернуть жизненные силы. Вот такой он, современный Китай. Страна, где высокие достижения науки гармонично связаны с философией древних веков. С вами снова Здоровье, дорогие друзья. Прямо сейчас вас ждет наш китайский проект. Еще и еще раз повторю, вернувшись из Китая, мы испытали потрясение. И хорошую человеческую белую зависть к этому удивительному народу, совершившему такой колоссальный прорыв. И, вы знаете, я хочу вспомнить слова Конфуция, а Конфуция создатель китайской морали. Так вот, Конфуция сказал так. Если вы верите в то, что вы кем-то являетесь, вы этим являетесь. Если вы верите, что у вас что-то получится, у вас это получится. Мне так и хочется добавить, что очень важно верить в выздоровление, для того, чтобы действительно выздороветь. Но вот эта огромная вера в то, что у пациента получится, то, что он справится, это, наверное, главное, что отличает китайских докторов. Продолжение следует...